Как это нужно рисовать? Вот сейчас домкома вызвала, она подойдет. Ни домком, ни полиция, ни жители не знают, кто и зачем изобразил на торце дома номер 96 в 9 микрорайоне карикатуру на картину «Танец» французского художника Андрея Матисса. Это произведение по словам жителей дома рисовали около пяти дней. Удивительно, что представители власти не успели вмешаться. Смысл изображения каждый трактует по-своему. Кто-то видит здесь детей на полянке, кто-то обращает внимание на чистоту белых рубашек. А полицейские заметили связь с металлургическим комбинатом и его трубами. Почему вы поедете в подземную не прокурсу? Это крупнейший металлургический комбинат, как вы говорите. Поехали! Жильзы вспоминают, что художники в основном рисовали по ночам, используя автовышку. Затем по утрам дорисовывали нижние части картины. Изначально думали, что это работа за касса кемата. Однако вскоре стало ясно, что художество – проявление гражданской инициативы. И все бы ничего, если бы машины во дворе не забрызгали. Вот видите, белая краска вообще не отдирается. Я пробовал, она синяя, с первой покрашенной была. Синяя отодрал, но все равно блокнул. Все осталось. Еще несколько машин здесь. Четыре машины еще несколько. Тоже пострадали. На оригинале полотна начала 20 века изображены пять танцующих на зеленом холме женщин. Однако авторы этого стрит-арта слегка изменили сюжет. Зеленый холм остался, но появились рубашки и галстуки, а небо над танцующими коптит черная труба. Подобную карикатуру уже использовали российские экологи. Однако жильцы этого дома не слишком озабочены экологическими намеками. Им рисунок нравится с художественной стороны. Конечно красиво, хоть дом немножко украшает. А то сделали, как попало нам дом. Сдали, как говорится, безо всего, ни окон, ни дверей. И хоть стена одна нормальная. Мне нравится. Почаще бы все дома так и зарисовали, вот где торцы, а то все обшарпанные, все дома. А так очень красиво. И хотя рисование на стенах домов считается вандализмом, эту работу хочется назвать искусством. Именно таинственные ночные художественные бригады остаются загадкой. Кто знает, может дом номер 96 – непосредний холст для их творчества. Светлана Лебедева, Владимир Пороховой, Новости Тимиртал.